Книга четвертая. Книга царств. Глава первая. Родословные дочерей Ману Своямбхувы. Майтрея сказал. Блюситель высшего закона Ману Своямбхува зачил в очреве своей жены Шатарупы трех дочерей. Коих нарекли Акути, Девахути и Прасути. Хотя Своямбхува имел собственных сыновей, он желал, чтобы его наследником стал сын его любимой дочери Акути. С одобрения супруги он отдал Акути в жены патриарху Ручи с тем условием, что рожденный ею первенец будет его Своямбхувой пасынком. Добродетельному Ручи было доверено стать одним из главных прародителей вселенной. Акути родила от него близнецов, сына и дочь. Появившийся на свет мальчик был воплощением Господа Бога. Его назвали Ягьей, правообладателем всех жертв. Девочку нарекли Дакшиной, та, что приносит жертвы. И была она воплощением Богини Удачи, верной супруги Всевышнего. Согласно договоренности с зятем, Своямбхува забрал себе на воспитание мальчика, а патриарх Ручи оставил у себя девочку. По достижении брачного возраста Ягья и Дакшина поженились, и от их союза родились двенадцать сыновей. Тоша, Протоша, Сантоша, Пхадра, Шанти, Идаспати, Итхма, Кави, Випху, Свахна, Судева и Рачана. В пору законоблюстительства Своямбхувы, его пасынок Ягья занимал престол небесного царя, а сыновья Ягьи, прозванные в честь старшего из них Тушитами, были главными богами Вселенной. Один из них даже возглавил совет семи вселенских мудрецов. Два родных сына Своямбхувы, Прияврата и Утанапада, правили земными царствами, и их потомки расселились по всем трем мирам. Свою вторую дочь Девахути, Своямбхува отдал в жены мудрецу Кардами. Я уже тебе рассказывал о жизни святого семейства. Третью свою дочь Прасути, блюститель высшего закона, отдал в жены Дакши, сыну Брахмы. Потомки Дакши и Прасути тоже заселили три мира. Прежде я поведал тебе о девяти дочерях мудрого Кардамы, коих он отдал в жены девяти мудрецам. Теперь расскажу об их потомках. Слушай внимательно. Дочь Кардамы, Кала, вышедшая замуж за главу небесных мудрецов Маричи, родила двух сыновей, коих величали Кашьяпою и Пурнимою. Их отпрыски населили просторы Вселенной. От Пурнимы родились два сына и дочь. Сыновей звали Вераджа и Вишвага, дочь Девакулья. Девакулья стала той водой, что омыла лотосные стопы Господа Бога на райаны и позже обернулась гангою, что течет в райских мирах. Анасуя, жена мудреца Атри, родила трех прославленных сыновей Сому, Дататрею и Дурвасу, которые были воплощениями Господа Вишну, Шивы и Брахмы. В Соме воплотился Брахма, в Дататрея – Вишну, в Дурвасе – Всеблагой Шива. Ведура спросил, «О, учитель, как возможно, что три мировых божества, которые создают, поддерживают и разрушают творения, появились на свет вместе и зло на одной женщины?» Майтрея отвечал. Создатель велел Атри жениться на Анасуе, дабы тот произвел на свет от нее потомство. Во исполнение наказа создателя супруги отправились в долину, лежащую у подножия горы Рикша, где совершали суровые подвиги. В той долине несет свои бурлящие воды река Нервиндхия. По ее берегам во множестве растут деревья Ашока и Палаша. В то прекрасное место и пришли благословенные супруги. Там, задерживая дыхание, великий мудрец умиротворял ум и обуздывал чувства. Сто лет он стоял на одной ноге и питался одним лишь воздухом. «Да смилостивится надо мною Господь Вседержитель, в ком я нашел свое прибежище, да подарит мне Сына во всем равного Ему. Шептал сто лет великий подвижник». И однажды Атри полностью остановил дыхание. Тогда из его головы вырвалось яркое пламя, которое заметили три главные божества. Сопровождаемые обитателями надземных миров, небесными девами, ангелами, волхвами, пророками и райскими гадами, Брахма, Вишну и Шива сошли в обитель великого подвижника. Стоящий на одной ноге просветленный муж увидел, как три бога одновременно появились перед ним. «Один из них восседал на буке, другого нес лебедь, а третьего — царь-птица Горуда. Точно скошенный тростник, мудрец простерся ниц перед владыками мира. Атри ликовал, чувствуя на себе их благосклонные взгляды. Сияние, исходящее от них, было столь ярким, что он не мог поднять веки. Но образы божеств столь пленили сердце подвижника, что он снова обратил к ним взор и, сложив ладони, вознес восторженную молитву. «О великие! Взяв под свое начало три состояния природы, вы воплотились в трех обликах. Вы делаете это всякий раз, когда начинается новый круг творения, дабы создавать, поддерживать и разрушать проявленный мир. Я в глубоком почтении склоняюсь перед вами и прошу вас открыть, к кому из вас троих я обращал свою молитву о рождении сына. Дабы получить отпрыском, равного достоинствами Господу Богу, я взывал к Нему и думал лишь о Нем одном, кто недосекаем и непостижим для человеческого ума. «Теперь вы втроем предстали предо мною, и я не знаю, кто из вас тот, кому я молился». Майтрея продолжал. Выслушав святого подвижника, владыки ласково улыбнулись. Боги сказали, «О достойный из достойных, силою воли и подвигами ты добился нашего расположения. Пусть сбудется твое желание, мы трое и есть единосущная личность, к которой ты обращал молитвы, и потому мы втроем предстали пред тобою. У тебя родятся трое сыновей, воплощение каждого из нас, и они прославят твое имя на все времена». И, благословив святую чету, три божества, Творец Брахма, Седержитель Вишну и Разрушитель Шива исчезли. В положенный срок у Атри и Анасуи родились Сома, бог луна, воплощение Брахмы, подвижник Дататрея, воплощение Вишну, и Мудрец Дурбаса, воплощение Шивы. Теперь я расскажу тебе о потомках Мудреца Ангиры. Жена Ангиры, Шрадха, родила четырех дочерей, которых назвали Синевали, Куху, Рака и Анумати. Кроме четырех дочерей у Ангиры и Шрадхи было два сына. Старшего звали Утатхией, а младшим был никто иной, как прославившийся своей ученостью первосвященник Брихаспати. У Пуласти, от супруги его Хавирбху, родился Мудрец Агастия, который в следующей жизни воплотился под именем Дахрагни. Помимо Агастии у Пуласти был еще один сын, великий подвижник Вишрава. У Вишравы было две жены. От первой и Давиды родился Кувера, повелитель Бесов. От второй, Кешини, родились три сына. Равана, Копхакарна и Випхишина. Жена мудреца Пулахи, Гати, родила трех сыновей. Карма Шрештху, Варияну и Сахишну. Все они, как и их отец, были великими прорицателями. Жена Крату, Крия, родила шестьдесят тысяч мудрецов, коих прозвали Валакхильями. Они славились глубоким познанием мироустройства. От их чела исходило неземное сияние. У Васиштхи, от жены его Урджи, родилось семь сыновей, семь великих пророков. Все они славились праведностью и ученостью. Их нарекли Читракету, Сурочи, Вираджа, Митра, Улбана, Висубридьяна и Дьюман. Вторая жена Васиштхи родила ему двух сыновей. Жена мудреца Адхарвы, Чити, после долгих подвижнических трудов родила сына, которого назвали Ашваршарой. Теперь я расскажу тебе о потомках Пхригу. Мудрому Пхригу всегда и во всем сопутствовала удача. От Кхяти у него родились два сына Тхату, Витхату и дочь Шри, что была беззаветно предана Всевышнему. У мудреца Меру было две дочери Аяти и Нияти, коих он отдал в жены Тхати и Витхати. У Тхаты и Аяти родился Мриканда. У Витхаты и Нияти родился Прана. От Мриканды родился мудрец Маркандея, от Праны Видашира. От Видаширы родился Ушана, известный миру как Шукра. Так верховный жрец и учитель богов Шукра принадлежит к числу отпрысков Пхригу. Теперь я поведаю тебе о том, как потомки этих мудрецов и дочерей Кардамы заселяли Вселенную. Кто с верой слушает это сказание, тот искупит все грехи, что совершил в прошлых жизнях. Вторая дочь Ману Пресути вышла замуж за сына Брахмы Дакшу. У Дакши от Пресути родились шестнадцать лотосаоких дочерей. Тринадцать из них он отдал в жены повелителю судьбы Дхарми, одну богу огня Агни. Дочь по имени Свадха он отдал в обитель предков, а Сати в жены Господу Шии, кто освобождает грешников атаков мирского рабства. Тринадцать дочерей Дакши, ставших женами Дхармы, звали Шратха, Майтри, Дая, Шанти, Тушти, Пушти, Крия, Унати, Будхи, Метха, Тикикша, Хри и Мурти. Каждая Каждая из них родила Богу судьбы по одному сыну. От Шратхи родился Шубха, от Майтри Прасада, от Дайи Абхая, от Шанти Субха, от Тушти Муду, от Пушти Смаю, от Крии Йога, от Унати Дарпа, от Будхи Артха, от Метхи Смрити, от Титикши, Кшема, от Хри Прасхрая. Мурти, кладе всех добродетелей, родила Шринару и Нарайну, которые вдвоем есть единое воплощение Всевышнего. В день явления Нары и Нарайны ликовала вся Вселенная. В умах живых существ воцарилось умиротворение, и все в природе, небеса, реки и горы, исполнилось неизъяснимого очарования. С небес лились сладкие напевы, небожители осыпали землю цветами. Умиротворенные пророки читали нараспев молитвы прославления, ангелы и люди-птицы пели песни, прекрасные девы кружились в танце. Множество благоприятных знамений сопровождало рождение Нары и Нарайны. В час их сошествия на землю небожители во главе с прахмой возносили Господу благоговейные молитвы. Мы в глубоком почтении склоняемся перед Господом Богом, сотворившим этот мир, который есть одна из его ипостасей. Проявленное бытие находится в нем, как воздух и облака в пространстве. И этот Господь явился ныне в доме Дхармы в облике отрешенных подвижников Нары и Нарайны. Мы молим о том, чтобы Всевышний, коего постигают, доверившись священным преданиям, и кто, желая положить конец несчастьям в своем творении, принес в него мир и благоденствие. Милостиво одарил нас своим взглядом. Его полный сострадание лик затмевает красоту небесного лотоса, обители богини удачи. Так, о, ведура, небожители славили Всевышнего, воплотившегося двумя подвижниками Нарою и Нарайною. Господь удостоил своих верноподданных милостивым взглядом и отправился на гору Гандхамадана совершать суровое покаяние. Дабы облегчить бремя мира, Всевышний, Наран и Нарайно, в наши дни явился в семействах Яду и Куру в образе Кришны и Арджуны. У бога огня Агни от жены его Свахи родились три сына Павака, Павамамна и Шучи. В пищу отец определил им дары, приносимые жертвенному огню. Три сына Агни и Свахи произвели на свет сорок пять сыновей, что стали божествами огня. Всего в мире ныне насчитывается сорок девять огненных богов. Они наслаждаются дарами, что жрецы Брахманы бросают в пламя во время жертвенных таинств. Так вселенная наполнилась потомками первых патриархов, бога огня, луны, мудреца Бархи и пророка Аджиапы. Эти благородные патриархи делятся на два рода сагни и нерагни. Одни поддерживают огонь, другие пользуются поддержкой огня, и всем им жены была отдана дочь предстоятеля Дакши Сватха. Сватха, отданная в жены праотцам, родила двух дочерей Ваюну и Тхарини, которые поклонялись истине как единообразному началу. Они обладали боговдохновенным знанием и знанием, полученным из святого предания. Шестнадцатая дочь Дакши Сати стала женою Всеблагого Шивы. У супругов не было детей, несмотря на то, что жили они в любви и согласии. Виной тому был отец Сати, который часто бронил безупречного и Всеблагого Владыку. Из-за нелюбви отца к ее супругу, Сати решила уйти из жизни до срока, прибегнув к чародейству. Сати с